Здравствуйте, вы на канале Реальные Книги. Сегодня с вами мы познакомимся с гостями Обломова в романе «Обломов». Обломов не ведет активную социальную и общественную деятельность, но полностью оказаться на обочине судьбы ему не приходится. Время от времени Обломова посещает различные знакомые, каждый из них преследует свою определенную цель по отношению к Обломову. Несмотря на их слабые попытки приобщить Илью Ильича к их способу жизни, оторвать его от дивана, все же говорить об истинной дружбе и полном бескорыстии нельзя. Основная цель визита Волкова скрыта. Вполне вероятно, что этот визит был совершен в качестве возможности самоутвердиться за счет Обломова или же получить мотивацию для преодоления собственной лени. Волков очень похож на ленивого Обломова. Их отличие заключается в том, что Волкову лень заниматься делами службы, а Обломову делать лень все. Обломов гостеприимно принимает Волкова, ему приятно видеть этого гостя. Илья Ильич сочувствует Волкову. Он считает, что такая суетная жизнь, полная различных событий, делает жизнь пустой и бессмысленной. Обломов искренне рад, что его жизнь не похожа на жизнь Волкова. Все-таки Волков больше равнодушный к Обломову, хотя периодически присматриваются элементы дружелюбия и даже попытки убедить Обломова в необходимости оторваться от дивана. Молодой 25-летний человек Волков пренебрегает своими делами по службе, но зато наверстывает упущенное в светской жизни. Он завсегдатый театров, балов и званых обедов. Волков любит модно одеваться и эффектно выглядеть. Цель визита Судьбинского не определена, предположительно ради поддерживания общения с Обломовым. Дружелюбно настроен по отношению к Судьбинскому, однако Обломова огорчает стиль жизни Судьбинского. Он чуждает, что погоня за чинами и карьерными наградами не приносит ничего хорошего, а только портит жизнь человеку. Дружески он поддерживает Обломова, старается потолкнуть его к активной жизни, но безрезультативно. Судьбинский – чиновник-карьерист. Он раньше стоял на службе вместе с Обломовым, но затем прослужил два года. Обломов покинул службу, а Судьбинский остался. Судьбинский старался всеми возможными способами добиться повышения на службе. Он много работал и выполнял работу любого уровня, и в результате дослужился до значимой должности. Цель визита Пенкина не определена, возможна для поддержания дружеских отношений с Обломовым. В целом настроен дружелюбно, однако не склонен разделять его взгляды на литературу и манеру изложения материала. Обломов считает, что писать нужно с душой, в то время как Пенкин руководствует исключительно разумом. Пенкин дружелюбный, ему непонятна жизненная позиция Обломова, но в целом он сумел взглядеть за тенью Ильи Ильича, доброго и искреннего человека. Успешный литератор и начинающий писатель, благодаря упорному труду, он достаточно зарабатывает и зажиточно живет. Алексею посещает Обломова, чтобы поесть и отдохнуть у него от суеты и шума. Отношение Обломова к этому персонажу нужно определить как терпимое. Илья Ильич общается с ним, потому что Алексеев угождает Обломову и умеет тихо и незаметно находиться в комнате. Отношение Алексеева к Обломову показано только с одной стороны. Корыслово, возможно, это не единственная причина поддержания дружеских отношений между персонажами. Мелкий чиновник, который мало зарабатывает, а потому живет бедно. Он безликий человек, не обладающий тихим и кратким нравом. Тарантьев наносит визиты Обломову с корыстной целью, чтобы получить деньги или вкусно поесть. В начале произведения Обломов дружелюбно настроен по отношению к Терентьеву. Со временем его отношения меняются. Обломов становится жертвой аферы Тарантьева, что портит их отношения. Тарантьев видит в Обломове способ нажиться и обогатиться. Тарантьев знает, что доверчивого Обломова легко ввести в заблуждении и обмануть исполна этим пользуется. Он часто берет в него деньги, но не отдает их. Порой берет какие-то предметы гардероба или интерьера, которые также никогда не возвращают к Обломову. Тарантьев – 40-летняя земля Обломова. Чиновник, который за 25 лет службы не смог получить ни единого повышения. Бесчестный и грубый человек, который все время старается обогатиться трудами других людей. Доктор приходит к Обломову в качестве лечащего врача. Обломов хорошего мнения о докторе, считает его хорошим специалистом, но при этом не выполняет ни единого его требования. Сдержанно и спокойно общается с Обломовым. Их отношения не выходят за рамки пациент-лечащий врач. Лекарь – умный и сдержанный человек. Хороший специалист, доктор неплохо одет, что позволяет говорить о том, что он работает с состоятельными клиентами и, судя по всему, вполне успешно. Это был канал «Реальные книги». Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на канал и изучайте литературу вместе с нами.